Добрый день, дорогие друзья! Сегодня среда. И, как всегда по средам, у нас в эфире таролог с более чем 25-летним стажем, директор русской школы Таро Сергей Савченко. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Там занимается какой-то магией. То есть, куда-то кого-то привлекают, куда-то кого-то отталкивают, и, в общем, происходят какие-то очень интересные, мягко говоря, вещи. Скажите, как Таро к этому относится? С глазом, порчем? Есть какие-то вот моменты? Положительное смысл взять на весь... Нет, ну... Далеко! Заказывайте! Сделаем! Порчем! Порчем! Все хотите, конечно! Нет, ну для начала надо ответить, наверное, на вопрос. А пойдет ли... Вот женщины в основном, они хотят привлечь к себе какого-нибудь, скажем, олигарха. Но олигарх так уж получилось, женатый. И вот, значит, надо эту жену, так сказать, в сторону, а его притянуть. Но ведь никто же не знает, что будет потом. Ну, притянули с помощью магии. Нет, почему никто не знает, что будет потом? Что будет потом известно, описано, задокументировано. Ни один, и ни два, и ни пять таких опытов было. Есть статистика, что потом происходит. Ничего хорошего, естественно, не происходит. Вот. Вот. Это не техническая проблема, это морально-этическая проблема. И эта проблема, собственно говоря, что ты хочешь получить? Если я хочу получить доступ к кошельку олигарха, я его получаю. Если я хочу, чтобы меня любил этот конкретный человек, этого не будет. Когда я делаю приворот, это фактически то же самое, что сделают зомби. Я убиваю того человека, который любил. Он уже никогда не будет таким, которого я любил. Это его брат-близнец. Очень похожий, только не тот. Более того, этот человек делается зависимым. Он не может без меня жить. Он не может без меня существовать. Он должен быть только в шаговой доступности. Он выходит за ворота дома, и у него начинают дикие головные боли. Он начинает в каком-то другом думать, и он не может жить. А он же нормальный человек, он что делает? Он ищет возможность компенсировать это. Один из способов – это алкоголь. Все, не вопрос. Я напиваюсь, как скотина. То есть, вы мне сделали этот приворот. Я начинаю пить, а потом я начинаю вас избивать. Потому что неприязнь, она будет вырываться. Она будет прорываться. Это один из возможных сценариев. На самом деле, таких сценариев очень много. И очень по-разному они могут себя реализовать. Но, как правило, если ты хочешь получить кошелек, ты его получишь. Если ты хочешь получить душу, ты сам вот этими собственными ручками эту душу убил, ты не получишь ее. Но тело. Но тело, да, тело ты получишь. А души уже нет. Может быть, потом можно будет восстановить. А может быть, и нет уже. Поэтому, если я делаю, чтобы девушка была со мной, то я должен задать вопрос. Я что хочу? Чтобы это тело было со мной? Или чтобы это душа, сущность была со мной? Если душа, я ничего не получу. Если тело, да, я его получу. Хорошо. Но вот есть же две стороны все-таки. Вы сейчас говорите, допустим, про олигарха, который жить не может, не сможет жить без, скажем, этой женщины. Я сейчас, Михаил, перебью вас. Тут есть еще один момент. Вот он олигархом стал, будучи в одном состоянии. Когда мы ему сделаем порчу, его внутреннее состояние изменится. Вопрос, останется ли он олигархом после этого. Но не исключено. Я так думаю, что исключено. Хорошо. А как распознать истинное намерение человека, который это сделал? Ну, скажем, женщина, она может и влюбиться, в конце концов. Она может и действительно применить свои какие-то чары. И в конце концов не обязательно обращаться к какому-то там знахарю, экстрасенсу, приворотчице какой-то. А можно и так вот, скажем... Ну, человек обладает качествами какими-то. Он может вот так вот зомбировать, привлекаться своими женскими чарами. Манипуляция, да. Манипуляция, да. Ну, тут только ты, насколько ты в состоянии различить манипуляции или не в состоянии. Но, по крайней мере, это уже не колдовство. Это уже зависит от твоего разума, от твоего знания людей, от твоей способности оценивать людей, анализировать их поведение. То есть это... Ну, мы в этой ситуации с вами в равном положении находимся. Потому что, когда я против вас применяю приворот, мы уже не в равных положениях находимся. Я просто знаю ситуации. Любовница сделала приворот, жена сделала отворот, любовница сделала еще один приворот, жена сделала еще один отворот. Чувак в дурке. Просто у него крышу снесло от этих всех приворотов, отворотов, заворотов, кишков, мозгов и всего на свете. Он просто оказался в дурдоме. Он уже сам не понимал, что он делает, как он делает. Потому что эти вот заклинания, они действовали уже... Ну, получалось интерференция их. Они накладывались друг на друга. И там просто дикие вещи происходили. Сергей, все это так. Но с другой стороны, ведь те люди, которые делают эти вещи, они же нарушают, так сказать, законы. Они нарушают законы... Ну, я знаю. Ну, разные, высшие кармические законы. Мы не знаем этого. Мы этого не знаем, но предполагать мы можем. Предполагать можем, но мы не знаем. Вот когда Архангел Гавриил протрубит в дудочку свою, скажет, подъем, ротоподъем, мы все встанем и нам скажут, ну что, кто тут делал приворотики? Сюда, пожалуйста, вот сковородочка для вас. Или скажут, нет, вы все были молодцы. Ну, в смысле, вот ты не молодец, а вот ты молодец. Мы не знаем этого. Мы можем только предполагать. В этом проблема. Проблема в том, что у нас нет универсального закона. В одной ситуации это оправданная ситуация, во второй нет просто. Так подождите, я это подвожу к чему? Я подвожу к тому, что у нас есть инструмент, у вас, точнее, есть инструмент. У вас есть карты Таро. Значит, мы берем карты Таро и раскладываем Таро. Получит ли эта дама? Потом какие-то реакции на то, что она совершила? Когда? После того, как это все произойдет? Потом в этой жизни или потом на страшном суде? А. То есть мы этого не узнаем? На страшный суд я не рискну гадать. В этой жизни, да, легко можно посмотреть. Нет, ну, можно же просто загадать, опять же, погадать. А в этой жизни или на страшном суде? Да или нет? Лично я на результат страшного суда не рискну гадать. А что значит гадать на результат страшного суда? Это как понять? Ну, куда вас отправят? В рай, в ад? Дадут вам нимб и эту арфу? Или посадят на сковородке и будут вилами там штрекать? Или еще как-то это будет происходить? Вот я не рискну гадать на то, что будет там. Не рискну. Ну, правильно. Это опасная штука. Скажите, а вот такой факт, ну, это не факт, точнее, это предположение о том, что в свое время Гитлер, ну, бытует такое. Во-первых, он был, кстати, черным магом. Он получил 18 лет, он уже получил какой-то титул, там чуть ли не высшей квалификации мага. 18 лет уже. Ну, недаром он следовал всем и ведическим, кстати, законам. У него был свой астролог и так далее. И вот говорят о том, что он же был вообще непонятный. Маленький, плюгавенький какой-то весь. И фрейтеры совершенно никому неизвестны. Я вам... Извините, что называется. Извините. Горрич Гитлер получил железный крест за то, что он ворвался в траншею и взял в плен 11 англичан. Так что воевал он вполне-вполне нормально. Нет, но это было до того. Железный крест давали не просто так. То есть, его надо было заслужить. Правильно. Но я хочу сказать вот о чем. О том, что где-то я читал, опять же, не знаю, это предположение. О том, что он продал душу дьяволу. И получил, и получил. Вот типа такое вот совершил, такое действие, как заказал какой-то там, ну, потенциальные женщины там заказывают перевороты всякие там. И вот он тоже заказал. Ему надо было вот получить власть. И он ее получил. Не знаю. Не знаю. У меня, ну, как легенда красиво, как несомнительно. Да? Ну, опять же, с помощью инструмента Таро можно как-то... Было или не было? Можно сделать расклад. Ну, можно, конечно. А вот потом вы будете применять. Выступал на радио Сан-Гейтс. Майкл Мелехов задал такой вопрос. Гитлер-то продал души дьяволу или нет? И мне Таро сказало. Вероятно. Или невероятно? Невероятно. Это вы так думаете? Вы еще не разложили? Нет, я разложил. Почему? Вот у нас. Сила, император, маг, шут. Ну, здорово. И смерть. Нет. Дьявол не участвовал в этом процессе. Дьявол не участвовал. Ну, хорошо. Ладно. Оставим его в покое. Не будем гадать на Сталина и на Ленина. И ныне действующих президентов. Скажите, совсем из другой оперы, так сказать, вопрос. Возвращаясь в далекое прошлое. Как сочетается, скажем... Ну, когда-то мы говорили на эту тему, но все-таки вот были вопросы по прошлым программам. Как сочетается каббалистическое... Ну, точнее, каббала и таро? Поскольку есть разные варианты... Есть школа. Английская школа, которая настаивает на том, что это прямая связь. Это просто вот одно и то же. Каббала через таро, таро через каббалу и так далее. Я лично не вижу этой связи. Для меня она совершенно не очевидна. 22 буквы. И что? И 22 аркана. И что? И там привязки дерева, шиперов. Да, привязки. Первые несколько карт привязываются очень хорошо. А чтобы притянуть остальные, нужно делать вот такие вот кульбиты. И по-другому оно не привязывается. И есть разные системы привязки. Как минимум три, которые только я знаю. А когда у нас столько разных систем привязок, это значит, что ни одна из них не может претендовать на истинность. Я не использую этого. Вообще, просто в принципе не использую. Я это знаю. Я это выучил. Я хорошо в этом разбираюсь. Но я не использую это. Я не вижу в этом необходимости. Но вот такой известный человек, как Элифас Леви, да? Да. Он это использовал, в общем-то? Нет, он об этом писал. Писал, да. Он об этом писал. Не знаю, использовал. Он не использовал? Не использовал. Так я вам скажу, он много чего чудесного писал. Он писал о том, что надо сделать... Я уже забыл. То ли бусы мага, оживелье мага, то ли спосох мага, то ли... Короче, что-то там надо было сделать. Короче, идея такая. Очень простая. Мне понравилось вообще до безумия. Мы берем какой-то там драгоценный камень. Я уже не помню всех подробностей. Вот я что-то четко запомнил. Мы должны высверлить в нем дырочку и налить туда ртуть. И это повесить себе на грудь. И пектораль, да. Пектораль это, по-моему, была. И вот с этим делом ходить. Я когда прочитал, думаю... И дышать парами ртути, да? Ну да. То есть, мне просто вопрос. Вот, дорогой Элифас, да? Вот ты сам это делал или просто мечтал об этом? Хотелось бы уточнить. Я так думаю, что он просто мечтал. Вот. И все. То, что он написал, что оно там как-то связано, это, конечно, хорошо. Но он был исключительным теоретиком. Причем теоретиком он был кабинетным. То есть, он сидел... Мое такое особое личное мнение по этому поводу. Может быть, это жестко прозвучит, но я действительно так думаю. Сидел, ковырялся в носу, разглядывал козявок и медитировал на них. И вот у него там он написал. Он написал книгу по второму. Все ее цитируют. Догма и ритуал высокой знания. Прекрасно. Я взял главу. Статистика. Просто простая речь. Статистика. Главу. Колесница. У него в первом томе про Колесницу и во втором томе про Колесницу. Вот если мы суммируем две главы, это четыре тысячи слов. Четыре тысячи слов это много. Из них 150 это описание карты. Все. 150 слов. Все остальное это досужие рассуждения. У меня такое ощущение, что вот в 19 веке он, собственно говоря, ничего написать-то не мог. Потому что не было наработано. Знаете, вот как система нарабатывается на отказ. Вот я сделал какую-то там технику. Танк, автомат, пулемет, паровоз. Я сделал какую-то техническую конструкцию. Я испытываю ее на отказ. Я отдаю ей войска. Я отдаю ее на испытания на завод. То есть там, где она работает должна. Вот жадка-молотилка какая-нибудь. И вот ее в колхозе, эту жадку-молотилку эксплуатирует Хостегрио. Причем не одну, а 50 штук. И смотрит, что в 40 штуках одна деталь поломалась. Значит, эта деталь неправильная. Вот это называется наработка на отказ. То есть мы знаем, какая деталь. Мы ее должны усилить, улучшить, поправить и так далее. Делают опытную партию. Опытовую даже это точнее называется. Отдают ее войска, отдают ее на испытания. Она проходит испытания. А что получается с Ливи? Он придумал чудесно. Это не прошло никаких испытаний вообще. То есть второй такой же умозрительный теоретик берет и говорит, это круто. Ну да, это круто. И что дальше? А дальше ничего. А дальше, когда мы начинаем с этим всем работать, выясняется, что оно не работает. То есть оно работает только до тех пор, пока мы работаем в специальных условиях. То есть вот этот сферический конь в вакууме работает только в вакууме. И только пока он сферический. Потом вас у нас ни коня, ни вакуума, ни сферического этого идет. В этом отношении мне намного больше нравится подход Этей Лан. Этей Лан сделал систему гадания. Он использовал Терон для гадания. Он сделал практическую рабочую систему. Мы этой системой пользуемся и сегодня. И вот она наработала колоссальное количество проверок на отказ. Значения, которые не работают, умерли. Но 50% значения предложенных Этей Лан работают и сегодня. Они лежат в основе наших значений. Вот эта система, вот эта работает. Идея с египетским происхождением Терон, идея с каббалистическим соотношением Бук-Еврита и Терон. Они не выдерживают проверки времени. Я вам скажу больше. Кроули. Вот у нас чудесно есть парень Кроули. Мне безумно понравилась фраза из книги Виталия Весемира Ветош. Кроули ошибался. Когда описывал свою собственную колоду. Я чуть не умер от смеха. Я обожаю эту цитату. Кроули они почему-то пишут. Кроули ошибался. Для меня это сейчас Кроули ошибался. А он такой специалист, что он может сказать, что Кроули действительно ошибся? Ну, они сказали это. Я не знаю, какие они специалисты. Они это сказали. Причем, им просто ошибался. Я подчеркиваю. Описывая свою собственную колоду. Никак не был. Так вот, что делает Кроули. Кроули, у него есть логические постулаты. Он говорит, вот я буду описывать карты, опираясь на астрологию, кабалу и нумерологию. Прекрасно. Замечательно. Но выясняется. Немецкое слово абер. Но выясняется внезапно, что астрологию он понимает исключительно по-своему. То есть, у него не классические представления об астрологии. У него Кроулианские представления об астрологии. Хорошо, ладно, зафиксировали этот факт. Идем дальше. А дальше у нас получается вот что. Он перечисляет все то, из чего должен быть сделать вывод. Потом у него здесь вот дырочка, а потом у него вывод. И когда я начинаю выстраивать логическую последовательность, как из этих предпосылок можно получить этот вывод, он не выстраивается. Потому что у нас все на исключение. Вы говорите по-английски, да? Представьте себе, что в английском нет ни одного правильного глагола. У нас только неправильные глаголы. Тогда вопрос, зачем нам учить глаголы? Зачем нам учить склонение, спряжение, все остальное прочее? Его просто нет. Вот скролли получается так. У него было озарение. Он увидел эту колоду. Он ее понял. Он ее почувствовал. Он ее описал. Но ему, по его личным ощущениям, это как я понимаю, ему необходимо было доказать, обосновать, почему он это так видит. И он берет вот это. Но вот эти логические провалы, доказательства, они очевидны. Они просто, ты читаешь, если читать это критически, ты просто упираешься в них. Я отбросил то, с помощью чего он пытается обосновать. Я беру только вывод. Вывод прекрасный, замечательный. Чудесная колода, чудесное значение, чудесный смысл в карте. Но они ниоткуда не вытекают, как он хочет нам показать. Или там вынужден показывать. А вынужден еще и потому, что в то время, когда он писал, когда Леви писал, когда Массерс писал, у них просто не было другого механизма. У них просто не было возможности написать по-другому. Единственная система, которая мало-мальски охватывала разные структуры, это была именно Кабала. Но сегодня Кабала, на мой взгляд, это тормоз. Кабалистический подход к Таруму, это тормоз. Он просто блокирует развитие Тарума. Он не дает ему развиваться. Он заставляет... Это вы знаете, как... Вот была перьевая ручка, да, мы там писали перьевую ручку. Потом появилась шариковая ручка, да. Помните, как школьные учителя противостояли шариковой ручке? То есть нельзя, вы испортите себе почк, там, и все такое. Вы сегодня много пишете? Ну, если вы хотите сказать о том, что мы, да, вот тайпаем большей частью на этих самых, то на планшетах, на компьютерах, на ноутбуках, то да. Но я все-таки еще и пишу, да. Я все-таки пишу. Хоть и немного, да. Чернильный? В смысле, макаете в чернильницу? Нет, это естественно, да. Вот и все. А вот с Кабалой сейчас... До этого были вообще там эти гусиные перья? Да, вот с Кабалой получается ситуация, когда вас насильственно заставляют писать гусиным пером. Даже не до клавиатуры мы доходим. Мы просто шариковая ручка отрицаем. Ее нет, не было и не будет. И мы снова возвращаемся туда. Ну, это мой подход. Это моя личная оценка. Ну, действительно, на самом деле, может быть, это вопрос времени. В свое время это было, так сказать, принято. Было прогрессивно. Да, это было в свое время, это было прогрессивно. Но сегодня это уже история, а не прогресс. Да, ну, в общем-то, как отнестись к тому, или, точнее, как вы относитесь к тому, что действительно в Таро зашифрована вся, ну, так сказать, вся система мироздания, о том, что как оно все развивалось. Нет такого? Где-то читаешь тоже вот. Ну, люди, которые об этом пишут, у меня такое ощущение, что они просто не думают, что они пишут. Не думали. Не думают и не думают. Потому что советская энциклопедия, 25 томов, если ничего не путаем. Да, большая советская энциклопедия. Я уже не помню. Черт знает, сколько томов. Вот такое вот просто. И 78 карт. Это символы. Да, я с помощью этих символов могу описать очень многое. Далеко не все. Для многих понятий в картах просто нет места. Почему существуют другие оракулы? Почему существуют руны и пользуются рунами? Почему существует Эдзин и пользуются Эдзин? Потому что смысловые поля рун, Эдзин и Таро соприкасаются, но не перекрывают друг друга. Я не могу использовать Таро вместо рун. Я или руны использую для нахождения какого-то ответа, или Таро использую для нахождения другого ответа. Если бы коро было вот тем, как вы сказали, что в нем зашифрована вся мудрость, оно бы вытеснило все мыслимые и немыслимые оракулы, и хиромантию, и астрологию, и гадание на кофейной гуще. Да, но мы еще не дошли своим сознанием, пониманием, что это действительно так. Если вы не дошли, значит, это для нас не существует. Пока. Я не могу этим пользоваться, потому что я не понимаю, как. То есть вы мне говорите, тут вся мудрость, прекрасно, как мне этим пользоваться? Я не знаю. Тогда ее нету здесь. Для меня ее фактически нет этой мудрости здесь. Для меня есть то, что я могу отсюда взять. Понятно. Сергей, у нас время не так много, поскольку я в основном иритируюсь на вас. У меня-то, кстати, оно есть. Но у вас довольно поздновато. У меня... Да. Давайте мы начнем, только начнем. Хорошо. Одну тему мне понравилось. Я когда, ну, вообще-то говоря, дорогие радиослушатели, я, собственно, являюсь сам студентом русской школы Таро, чем горжусь. И получаю имейлы, рассылки, что, кстати, и вам советую, потому что очень много интересного и познавательного. Я их регулярно читаю, я их складываю в определенную папочку и так далее. Так вот. Да. И вы, кстати, на всякий случай я могу обозначить наши координаты. эторойное, Владимирор Саннгейтс, concluded8.comingkeytsradio.com Это наш Саннгейтс 1.0.8. Это наш скайп. Саннгейтс, Солнечная Ворота на конце буквы С 1.0.8. Я получил очередной имейл, и меня заинтересовала одна вещь. Там речь шла о известном русском писателе Михаиле Булгакове. А где, не знаю уж, Сергей Савченко или коллектив... Да, это наш сотрудник Елена Бондаренко написала такую статью. Написала статью, и, вы знаете, как-то очень действительно много мистического, и какие-то вот такие вот вещи происходят в романах Михаила Булгакова. И более того, что самое интересное, те актеры, а это много раз экранизировало здесь его повести, и если говорить уже о «Мастере Маргарите», то те люди, которые играли роли вот этих персонажей, то они почему-то даже и как-то так это умирали. Вот так вот прямо. Поэтому меня это заинтересовало. Как вы к этому относитесь? И вообще для чего брать вот это все? И делать Таро, в смысле карту Таро? Там даже такая вот речь шла об этом. Ну, почему создавать новую колоду? Для чего искать новые формы, чего бы то ни было? Ну, вот Генри Форд, он же сделал прекрасную машину. Нет, вот мы новую сделали. Нет, вот нам подавать там какую-то другую машину. Конкуренция. Не только конкуренция, а не только конкуренция, не только маркет. Творчество. Вы выразили себя так, а я хочу выразить себя так. У меня есть это желание выразить себя, выразить идеи, которые у меня есть. Я рисую новую колоду. Я создаю новую колоду. А у меня свой багаж ассоциации, у меня свои какие-то там идеи. Поэтому вы делаете колоду Пиратова, а я делаю Таро Булгакова. И все. Ну, бог с ним с новой колодой. Мне просто интересует даже не в этой сфере мой вопрос, а в том, что действительно ли есть что-то вот такое вот мистическое, есть ли какая-то связь между этими персонажами, которые действительно, вот Булгаков, он же не просто так с головы там придумал, это же, наверное, какая-то все-таки причина была. И с тем, что действительно вот происходило с этими актерами, которые играли эти персонажи. Я не знаю по поводу Булгакова и его фильмов, но я знаю про Шекспира. Леди Макбет. Не Леди, да, Макбет, да. Вот там есть сцена, когда ведьмы поют свою песенку в Минску и варят в котле какое-то месиво. Так вот, я знаю, что актеры, актрисы, которые это играют, стараются репетировать эту сцену по минимуму. Потому что практически всегда происходят некие странные вещи, когда это происходит. То есть, я вполне допускаю, что там есть мистика. И с этим романом связана мистика. Я не исключаю это. Я не знаю подробностей, но я не удивлюсь этому. Сам по себе роман очень странный. Ну, был такой другой русский писатель, Гоголь, там тоже были какие-то мистические все вещи. Возьми только вечера на хуторе близ Диканьки, допустим, да. И то, что он был похоронен, и почему-то похоронен вообще без головы. Просто потерялось. Такое бывает. Потерялось, ну, бывает, да. Действительно. Похоронили, голова потерялась, да. Ну, Булгакова тоже там потерялась. Отрезали там. Трамвай отрезал голову тоже. Так как бы, да, бывает. Хорошо. Ну, мы, может быть, об этом поговорим, потому что у меня много вопросов. Но, действительно, в связи с тем, что у вас время уже довольно поздное, это даже не московское время, а еще позже на пару часов, то тогда давайте мы с вами на этом остановимся. И, как всегда, было это очень интересно познавательно. Дорогие друзья, все программы, которые мы ведем на радио Центра Сангейц, они записываются и выставляются на YouTube. Ну, вот Сергей Савченко, его, точнее, наши с ним программы, они пользуются очень большой популярностью. И просмотров, ну, одно из лидирующих, так сказать. Это приятно слышать. Да, да, занимает просмотров очень много. Ну, значит, я все думаю, все вот советую астролога. Хотя, не знаю, вот Сергей, скажите, может, не надо ждать астролога, который мне скажет, когда конкретно мне делать, допустим, вот такой типа саммит, эзотерический фестиваль, где вы же и тоже будете участвовать. Не надо, может быть, вы мне скажете, когда было бы нормально. Или, точнее, вычленить вот эту конкретную дату конкретного месяца. Ну, мне проще по-другому сделать. То есть, вы задаете вопросы, мы смотрим просто, вот удачное время это или неудачное. И мы должны определить, что именно удачное. То есть, чтобы пришло много людей, или была хорошая прибыль, или еще там хорошее настроение. Ну, то есть, мы определяем критерии и сравниваем разные периоды относительно этого критерия. Отлично. Тогда я буду выяснять это. Я люблю проверять. Знаете, я всегда считаю, что, скажем, вот если мы говорим о бирже, есть две оси. Вот я специалист, скажем, по вертикальной уровне, а вот по горизонтальной я не знаю. Когда разворотные моменты, вот сегодня вдруг ни с того ни с сего все развернулось, полетело вверх. Поэтому для меня было бы интересно взять, скажем, вот человек говорит одно, а потом вот это так или не так. Ну, если совпадает, тогда шансов просто больше. Хорошо. Тогда, Сергей, спасибо большое за программу. Спасибо вам. Спасибо за ваше время. И до новых встреч, дорогие друзья. До свидания. В 8 часов вечера по Москве. Мы встречаемся по средам. Сергей Савченко. Всего вам доброго. До свидания. Спокойной ночи. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова